Вы верите, что Христос умер за грехи людей? Я верю в то, что Христоса не было. Не хочу вас оскорбить, честно. Но я просто, понимаете, я атеист. А атеист-то тоже верующий? Он верит только в нуль, в дырку от бублика. А атеиста-то ничего нету. Если ате означает против Бога, значит ты Бога признаешь, только против идешь. Переведите слово атеизм. Нет, 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 нет. Вы немного не правы. Вы чуть-чуть не правы. Атеизм не верит. Точнее, атеизм верит. Но атеист верит в здравый смысл, в науку, в технологии. Так, хорошо. По порядку давайте. А откуда человек возник? Подождите секунду. Не переключайтесь. Интересно. Сейчас посмотрим. Вот пошел человек, атеист. А вернется сейчас, может быть, верующий будет. Так вот. Уходить нам не прилично. Вот и кошечка у него пестрая какая хорошая. Ой, давайте. Вы сядьте поближе, чтобы вас хорошо было слышно. Меня было слышно, да? Да ну, поближе к микрофону, чтобы лучше было слышно. Ой, давайте. Я подвинусь немного. Так, ну и поясните, пожалуйста, что такое атеист и во что он верит? Атеист – это тот, кто не признает какую-то высшую сущность. Понятно. Дальше. Откуда человек взялся? Второй вопрос. Путем накоплением генетических ошибок, то есть эволюция. Так, то есть что? Давайте посмотрим. В море плавает кит и килька. Это одно и то же? Когда-то это произошло от одного и того же. Это одна веки. А как кит мог вырасти такой? 180 тонн, главное. А килька осталась, 180 грамм нету. Не, ну слушайте. Есть такое, вот я вам расскажу. Эволюция, она же не просто так. Как вообще получилось изначально? Вот смотрите. Было же много птиц, да? Почему птица разная? Допустим, в каких-то странах тепло. Из-за этого у птицы меняется оперение со временем. Она передает это потомку. И передает потомку. И со временем этих изменений накапливается настолько много, что это уже получается другой вид. Так, давайте, вот вы сказали. Теперь, вы хотите сказать, что и человек, это обезьяна, и так же постепенно перешел. Астралопитек, пятигантроп. Что интересно, ни одного скелета промежуточного звена нету нигде. А которое нашли, академик Верхов, его зарядите, он показал. Это от разных животных на расстоянии до пяти метров кости взяли. Археологически. А обман стопроцентный. Почему сегодня не превращается ни одна мошка в орла не превращается, и наоборот? Не, ну слушайте, ну это тоже такой вопрос. Вы же понимаете, что эволюция, это не сто лет, это не двести лет. А сколько? Это даже не миллион, это даже не миллион. Это несколько миллионов, а то и миллион. Ну откуда вы знаете миллионы, когда счету нету? Миллионы, миллиарды. Когда земли-то не было, миллиарды назад земли не было. Есть такая вещь, как радиохимический анализ вещества. То есть у каждого вещества есть период распада. Белок распадается через 150 лет. Да не надо этот белок. Конкретно, человек откуда взялся? Произошел. Скажите, это мертвая природа его породила? Мертвая природа? А как она могла ему разум дать, когда у нее разума нету? Откуда разум у человека взялся? Слушайте, ну это просто путем совершенствования. Нет, нет. Мертвая природа как могла живой разум дать? Вы не торопитесь. Есть три основные, как вам сказать, теории возникновения жизни. Вы, я уверен, слышали о них. Вы очень подкованы в этом вопросе. Заметьте, вот эту книгу вы в руках держали когда-нибудь? Библию? Да, да. Честно, я держал. Так вот, по ней Бог будет судить. И люди не верят потому, что привыкли жить во грехе. Чтобы ни за что не отвечать. Тут все остальные теории нагородили Дарвин. А Дарвин до смерти был старостой церковной общины. Он никогда не говорил, что человек от обезьяны. Он говорил только бабочка, которая была белая, через 50 лет, садясь на стену в Лондоне от смога, она сделалась более серой. Больше, говорят, ничего не доказал. Все остальное обман. Кому Бог не нужен? Да тому, кто делает зло. А кто делает добро, он идет к свету, чтобы дела были явно его. А я вам другое скажу немного, прошу зрения. Значит, верующий делает, чтобы показаться лучше, чем перед ним. А атеист делает добро, чтобы показаться лучше перед людьми. Я делаю добро не потому, что я пытаюсь подняться в рай, либо опуститься в ад. Я делаю добро, потому что я хочу делать людям добро. Мне не важно, кто меня будет судить. И мне не важно, кто, я не знаю, на чей суд я приду. Я живу достойно. И я знаю это сам. Мне не нужны какие-то люди в небе, придуманные, которых никто никогда не видел. Которые скажут, нет, да, ты был хорош. А вы, вы скажите, пожалуйста, а вы зачем в этой рулетке? Мне скучно, я просто зашел. Тут не надо обмануть. Половина мужиков голые лежат, готовые к блуду. Нет, я одет. Смотрите, сегодня одна девка лежит. Я хотел поговорить. И вдруг парень рядом, он вот так вот из нее халат снимает, у ней грудь, он начинает соски ей крутить, и она на три буквы материться лежит. Нормально, но не больше 20 лет. Мы добро, атеисты. Но чего ради ты добро будешь делать, когда ничего нет за этим? Ян Златоуст, вы слышали такого, Ян Златоуста? Как? Ян Златоуст. Расскажите, пожалуйста, я не слышу. Это самый плодовитый проповедник был. Патриарх Константинопольский. Его свергла царица Евдоксия, его в ссылку сослали, он не дошел, так и погиб. Так, минутку сядь. Ну, говори быстро. Так вам не надо слышать, сразу говори. Говори быстрее. Давай, быстрее, Галя. Вы мне можете буквально примерно 3-4 минуты объяснить Бога избранный народ. Да, евреи. Все, на этом конец. А где-то 12 глава. Берите Авраама, когда избирает Господь, и говорит, проклинающий вас будет проклят, благословляющий будет благословленный, от них произойдет Христос. Аллилуйя. Это вопрос интересует их. Вот, и он говорит так. Бог справедливый. Все говорят, ну, если Бог есть справедливый, конечно, это же не деспот. Скажите, ради чего справедливость на земле устанавливается? Ну, чтобы было хорошо. Так, вы говорите, что есть неверующие, и которые делают добро. Вот вы говорите, я делаю добро. Да. А на вы согласны, что на земле тут коррупционеры, живут убийцы, не могут найти насильники, детей? Ну, Гитлер в Аргентину ушел, остался жить. Ну, да. Значит, справедливости на земле нету. Да. Вы этим говорите, но Бог справедлив. Значит, справедливость будет в другом месте. После смерти будет суд. Как Лермонтов говорит, есть Божий суд на перстике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону златы, и мысли, и дела он знает наперед. Это Лермонтов. Понимаете, что этот суд, никто не вернулся до этого сюда, никто не знает, есть ли он. Нельзя быть уверенным в том, чего ты никогда не видел. Никогда не слышал. Что никто никогда не видел, никогда не слышал. Причем Библия. Вы же знаете, что сколько раз переписывали? Сколько раз? Предскажите, сколько раз переписывалось? Достаточно много. Ну, сколько примерно, чтобы ошибки были там. Не будем фактами прям такими апеллировать, потому что я не знаю, кто и когда я переписывал. Но я скажу вам одно. Вы когда-нибудь видели оригинал Библии? Оригинала Библии сегодня нет. Он в Британском музее лежит. Его продали за 500 тысяч долларов в 1936 году. А обрел его Константин Тишиндорф на Сенайском полуострове. И подарил, потому что там был парфекторат Российской империи. Мы знаем, где он есть, но это относится уже позже 136 года. Самого оригинала нигде нет. Вот я о том и хочу сказать. Неужели вы думаете, что слова, которые написаны там, дословно перенесли в Библию современную? Да, да. Вы не знаете, я вам скажу как. Смотрите, гигзапла оригена. Шесть столбцов на шести языках. Они сохранились. Когда оригинал у них был в руках. Это не просто так. Это Сенайский манускрипт, с которого наша переведена русская Библия. А переводили, Библию, когда считали, то, допустим, каждая строчка, вот он написал переписчик, он должен сосчитать буквы и в конце количество букв. Дальше вторая строчка написал и опять. Труд 20 лет рабочего стоила одна Библия. Поэтому говорить, что она переписывалась, но такой тщательности нигде больше не было. Вот если замечено было, а в одном месте букву упустил, а в другом, если три раза было замечено, три, в одном свитке, полностью уничтожаловался все. Это закон. И поэтому Господь говорит, я, Бог, бодрствую над Словом Моим. А почему вы знаете, что это Бог? Потому что Он живой. Я Ему молюсь и получаю ответ. Ответ конкретный. Притом ни один, ни два, десятки, сотни ответов. Это любой подскажет. Я сейчас буду говорить вам и скажу, что это неправда. А я покажу газеты, которые об этом печатали. Люди живые у меня, которые сидели здесь. Мне нужны деньги выкупать книги. У меня 38 томов книг вышло. Я говорю, давайте помолимся. Что, Бог дал денег, мне утром выкупать надо книги. Ну, а где возьмете? Я говорю, понятия не имею. А у меня два священника. Вот, вам видно это, говорят, нарыш конки. Я пять тюрем прошел, за Слово Божие. Мы помолились. Ну, прошло часа полтора. А я всем наказал, после девяти не звонить. Это личное время, молитва, Слово Божие. Я одновременно в университетах вел занятия, в тринадцати школах, во всех воинских частях, во всех отделах милиции. То есть у меня абсолютно все сферы охвачены были, заводы и фабрики. И вот только легче спать. Звонок. Алло, это Россия. Да, Россия. А вы кто? А мы еще вот такого вот называют. Ну, и что? Ну, нам сказали, у вас церковь названа во имя Климента. Я говорю, нет. Климент, это я основатель детского лагеря. Сорок пять лет начальником, бесплатно тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Я для Бога это делаю. Я говорю, лагерь во имя Климента. Нам разницы нет. У нас Климент дядя умер. И говорят, молитва Бог лучше принимает, где во имя Климента названо. Мы, говорит, в Астер-Унион, деньги посылаем вам. Она десять цифр назвала, я утром пошел, уже деньги в кармане. Только поговорили, помолились. Первую книгу, вот у меня тридцать восемь книг, в бумажном варианте вышла. Книга, каждая семьсот пятьдесят две страницы. Это не брошюрки. У нас одна женщина была, она у меня была как комендантом здесь. Егоренка Надежа Павловна. И она подскользнулась, упала, и так неудобно с рукой. И у нее начался рак груди от руки. Я пришел к ней и говорю, вот у нас так это принято у православных. Вот умрет человек, сорок дней, сорочины справляет, сорок дней, душа идет по мытарству. Отдельно демоны испытывают, как ты пил, пьянство. Отдельно блуда, как ты с чужими женами там ласкался. Отдельно гнев, отдельно там где-то воровство. Двадцать разных наименований, таможен. И там демоны рвут на счастье человека, доказать. Ангел охраняет. Я говорю, как ты пройдешь это все? А у меня брат Пресвитер, священник, брат мой родной. Он ее исповедовал, она член нашей общины, мы православные христиане. Я говорю, Надежда Павловна, как пройдешь туда, подойди к Николе Чудотворство. Вот Никольский храм у нас есть. Он любит помогать. Подойди к нему и попроси, чтобы он... Золотишко мне кинул-то. Он мне книгу выпустит. Первая книга у меня стихов. А у меня стихов четыре тома по восемьсот страниц. 3467 по девять куплетов каждого стихотворения. 36 строчек. А напротив каждой строчки выписано место Библии, откуда взята мысль эта. Это вообще не видно, никогда в мировой литературе нет. Это Бог делает, это моего там ничего нет. И вот звонят, тридцать девятый день. Ну что? Я говорю, ничего нет. Сороковой день. Ну, верят, люди верят. Я говорю, я не знаю ничего, но ничего нету. В обед звонок. Человек заходит. Это вы Лапкин будете? Я говорю, да. Я слышал, вы нуждаетесь сильно в деньгах. Я говорю, да. Я говорю, дам вам деньги, сколько вам надо. А у него маленький саквояжик с собой. Деньгами набито. Я говорю, деньги вот столько тысяч, а у меня пенсия вот сегодня за 35 лет стажу 8141 рубль 33 копейки. За 35 лет стажа у меня государство так наградило. А тогда было тысячи две примерно так. Он говорит, одно условие. Я еще деньги вам не дал. Если вы не согласны, я не могу дать. Я говорю, а какое? Если выполнимо, я выполню. Чтобы ни один человек никогда не узнал, что я к вам заходил. Их там содружество, как корпорация. А я проповедник, и у меня неохота было засветиться на этом. Я говорю, вопросов нет. Я не говорю слово проблема, я его исключил. Я его не люблю. Нерешенный вопрос надо говорить. И он сразу вытаскивает, сколько денег надо. 160 тысяч. Он также выложил, пожалуйста. Но только это без отдачи. Я вам просто помогаю, ради Бога. Вот я решил, книги у меня вышли. Я решил подарить библиотекам мира. Мы живем в Барнауле. Вот сейчас я сижу в Барнауле, Алтайский край. Мы едем с книгами, забрасываем туда контейнер. А там начинаем колесить. Владивосток, портноходка, Тихий океан. Собака там купается. Чемпион России собака еще. Дальше отсюда мы забрасываем границы. Едем с той стороны Турцию. Проходим Афины до Лиссабона. Скандинавию, Прибалтику. Я везде дарю библиотеки, выступаю, проповедую. 650 городов. Я ради чего это делаю? Книги имеют возрождающие действия. Один том попал преступником. Приходит он оттуда, говорит, я три раза пересчитал. Я совершенно другой стал человек. Этих книг больше нигде нет. А вы можете зайти на наш сайт и книги эти скачать. Сайт называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня 14,5 тысяч роликов. Посещаемость 32 миллиона. Обалдеть. Ну, он большой. Да, вот теперь смотрите. Если я это делаю для Бога, то Златоуст, говорит, у меня три причины. А люди говорят, бывают неверующие, лучшие верующие. А он объясняет, Ян Златоуст, там, в пятом веке. Вот, у верующего, что мне за добрые дела от Бога обещана награда. Господь говорит, я тебя благословлю, ты будешь в царстве небесном. Ради меня делаешь. Второе. Если я буду делать плохо, Господь говорит, накажу в аду будешь. А то угроза. Начало мудрости и страх Господень. Притча Соломона 1,7. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. Я только подумал, а Бог мне помогает. Мне надо ехать, а денег нету. Я начинаю молиться, люди помогают. А где деньги? Я говорю, не знаю. Не знаю. В обед телеграмма приходит. Один человек, его звать Дмитрий Булкин. Город Калининград. Я слышал, вам деньги нужны на издание книг. Я говорю, я издал, больше не издаю. Я умею останавливаться. У меня 7 книг, кроме того, в интернетной версии еще. Задите секунду, подал. Прохладно на улице. Закрыл оттуда. И вот смотрите. Человек меня в глаза нигде не видел, даже перечисляет деньги. Нам уезжать через день. Я деньги уже получил. Я стою у кассы, а она выдает кассир по тысяче. Я стою и думаю, как бы в машине, пачка-то денег-то будет-то. А мы только в одном направлении, на бензин потратили 440 тысяч. Обалдеть. Это что за машина такая? Ну, у нас своя пассажирка, новую «Газель» купили. Помогли люди. Грузопассажирская «Газель» на Нижнем Новгороде. Денег еще не хватает. Буквально через день человек еще посылает. Другое. Я его не знаю. С этим, с Дмитрием Булкиным я ни разу не встречался. Я не знал, что он существует. И у нас случилась в Швеции авария. Полетел мотор. Мы еще не знали, что там будет. Но дело в чем. Нам, человек, который в России, сообщает. Если не исправлена машина, бросайте ее. Мы сейчас переводим деньги. Вы покупаете точно такую же иномарку. Ейте дальше. Я беру только по деньгам. А вот вы возьмите, меня арестовали. Меня арестовали не просто так, а по санкции московского КГБ, МГБ. Следователь обращается. Он меня расследует, а я ему проповедую. Если я был неверующий, я еще бы только панику наводил. Злился на власть проклятая. А я благословляю, молюсь за всех. У меня-то он студия была. Я первую в стране насчитал, а хипелаг ГУЛАГ распространил. Библия. 50 книг аудио. Моим голосом насчитано. И вот эти три причины. Бог награду обещает, наказание и благодать Божия. Они помогают вот это все сделать. И Анна Таус говорит, а у неверующего ничего нет. Сделал плохо, хорошо. Ему нигде награды не будет за это. И он от Бога ничего не получает. Что есть, кроме того, верующие все получают. И есть, нехорошо себя ведут. Это, говорит, я знаю. А что неверующий может быть добрым. Ничего этого не имею. Сказать этого не могу. Можно вопрос такой небольшой. В Библии написано, я это знаю, что Бог, как бы, ну, он всех любит, правильно? Да. Он создатель людей. А почему обязательно верить в Него, чтобы, допустим, Он какое-то благословение дал? Почему я Ему чем-то обязан? Почему я должен доказать Вам? Я понял, понял. Вопрос понятный. Смотрите, у Вас есть отец. Отец любит Вас. Я скупил Вам одежду, дал образование. А Вы приходите и поедете, говорит, отец, а почему я Тебя должен признавать? Он говорит, как, я Тебе машину купил, я Тебе жизнь дал, я Тебе вырастил, выучил. Нет, отец, ну, почему я должен Тебе это подчинять и говорить-то? Понимаете, а это Бог дал Землю, Солнце, Луну, Звезды, Воздух. А почему я должен? Нет, ну, мой отец не заставляет меня голодать. Нет, ну, интересно. Я говорю, вот Вы хлеб едите и я ем. Но у нас хлеб разный. Я выпросил у Бога, а ты просто подошел, нахально со стола сдернул и пошел. Бог дал. Я молюсь. Вопрос. А можно еще один такой интересный? Ну, просто меня это тоже волнует с какой-то стороны. Если Бог един, там, и так далее, почему вероисповеданий много? Вот это мне объясню. Я объясняю сначала. Вот здесь, в этом щате, люди приходят для чего? Для разврата, другого нет. Это Содом и Гаморра здесь. И мусульман 80%. Я говорю, а Вы-то зачем здесь? Ну, вот поговорили. Говорить ты не умеешь. Что ты говорить будешь? Что уже лежишь голый? Что непонятно-то? Ты ждешь, когда она... И одеяло, если одеяло лежит, то из-под одеяло вот так шевелит, будто бы там кто-то что-то делает. Да, да, есть. Показывают органы свои. Половые. Я говорю, Вы пришли зачем? Вот зачем. А они толпой сидят. Я говорю, у тебя дома по твоей книге, пока рано-то, разрешается четыре жены. Но за каждую надо колым заплатить. Кормить ребятишек. А тут ты прижел, разделся, даром сорок четыре. И Вы, среднеазиатские жеребцы, на чужих кобыл скачете. Они, ха-ха-ха. Я говорю, точно. Точно. Она говорит, ну да. Вот теперь почему разные веры? А потому что люди не считают вот эту святую книгу. Они начинают что-то другое искать. Вот почему мы православные. Другие люди, извините, пожалуйста, искренне верят, что Коран, есть же правиль, люди, которые прям глубоко веруют, что Коран это единственная книга, единственного Бога. Они ровно так же, как и Вы, идут по-другому. Нет, 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 я сейчас объясню. Я договорю. У них ровно так же, как и у Вас, бывают такие случаи, когда, как они говорят, Бог им в какой-то степени помогает. Ровно то же самое. И это не только Коран. Есть же, допустим, и другие веры, есть буддизм, у которых свои боги, свои правила. Понятно, это понятно, я Вам отвечаю. Мы едем в поездку, мы останавливаемся, у нас хорошее отношение с мусульманами в доме Муллы. Мулла – это священник у них. И это все заснято. Вы, если зайдете сейчас, зарядите там Игнатий Лапкин Мулла, Игнатий Лапкин, там, другое слово, мусульмане. И Вы увидите, как мы в доме у него беседуем. Я взял за основу послание к римлянам, 6 глава, 20-30 стих. Возмездие за грех-смерть, а дар Божий-смерть – жизнь вечная во Христе Иисусе. А тут мусульмане. Я говорю, давайте, вот у Вас человек убил человека. Что? Смерть ему. Значит, согласились. А если умрет, убийца в ад пойдет. Мы с Вами на 100% согласны. Но теперь я уверовал в Бога, меня посадили за убийца. Но я теперь другой, я уже поверил. Что я должен делать? Ну, добрые дела творить. Какие дела, когда я запер, ты уже все, имущество конфисковали. А они не знают, что отвечать. Я говорю, а у нас главный стих Библии, Евангелие Теяна, 3 глава, 16 стих. Это Библия в миниатюре. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа на смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Все. Я верю во Христа, я получаю обещанное. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот сейчас перед Вами я беседовал с одним мусульманином, здесь же в этом счате рулетка. Я говорю, вы дни недели знаете? Ну, конечно, понедельник, вторник. Я говорю, а почему называется понедельник? Тупик. Он не знает. Я говорю, потому что воскресенье по-славянски называлось неделя, а сама неделя называлась седмица, 7 дней. А понедельник означает за ним. Мы говорим, иди за мной, а по-славянски гряди по мне, по мне, за мной. Вот понедельник, вторник. Теперь пятница что? Пятая. А за пятницей? Суббота. А что суббота означает? Тоже не знает. Я говорю, по-еврейски шаббот означает покой. Библия говорит. А воскресенье? Воскрес Христос. А у вас написано не воскрес. Вы возникли против... После нас ваш руководитель, Мухаммад, умер в 632 году. Уже 630 лет христианства на земле. И вы приходите, а это неправильно. Я сделаю правильно. Вот я говорю, сейчас кто-то выйдет на улицу и скажет, а вы неправильно, я правильно. Вы примете. Нет, он засмеялся. А как вы могли сделать? Ну, это вот люди там его много раз переписывали. Библию переписывали. Но в каждой строчке считались буквы, на полях написано 17 букв или 47. Я вам так скажу, лично, в связи с моего опыта, правда, не такого большого, как вашего, но я как бы не могу верить тому, что я, допустим, или не видел, либо каких-то достоверных источников. Я отвечаю. Отвечаю. Но этот вопрос не видел. Сталин беседует с величайшим хирургом воина Истиневски Лука. Главный хирург получил сталинскую премию, кажется, первой степени, загнойную хирургию. И он беседует со Сталином. Это предание такое. Сталин говорит, вот вы верите в Бога. Он говорит, да, я архиепископ, одновременно и архиепископ. Как же так? Вы такой знатный человек, у вас звания разные, профессор, и вы верите. Ну, вы же не видели. Он знаете, говорит, Иосиф Писарёныч, я вскрыл, говорит, не сотни, а, наверное, тысячи человеческих тел. Я нигде в голове ни у человека не увидел души. Во-во-во, но я и разума у него не видел. Неужели из этого я должен делать заключение, что у человека разума нет? Сталин подумал, да, логика. У человека есть бессмертная душа, хорошая душа. Вот и всё. Понимаете, насчёт разума просто, может, вы, конечно, не знакомы с какими-то, знаете, последними научными языками. Но, понимаете, уже давно, ну как, относительно, конечно, уже, знаете, изучен мозг. Изучены даже, я вам больше скажу, изучены потребности человека, какие-то части головы, за что отвечают. Это уже давно всё наука изучена. Наука изучается всё более и более. Понимаете, вы, как бы, верьте, я ничего против не имею. И, как бы, я просто о том, что я не верю во что-то, что, допустим, я должен перед кем-то, там, допустим, молиться кому-то. И что, зачем? Если я делаю добрые дела, я хороший человек, мне не надо ничего одобрения. Даже, к примеру, с отцом. Отец и так будет знать, какой я. Я не должен перед ним кичиться. Я вам это имею в виду. То есть, понимаете, до христианства было сотня, а может, и тысяча других религий, в которых верили весь мир. И то есть, они умерли. Есть, конечно, такая книга, называется «Мёртвые боги». В них описаны все религии, которые были до христианства, и их сотни. И каждый этот бог умер. И когда последний, я не хочу вас тоже оскорбить, сейчас, когда последний человек забудет про Иисуса Христа, этот бог тоже умолёт. Просто, понимаете, если через сто лет придумают новую веру, как было уже не раз, то я забуду, как предыдущие. Вы же так говорите. Понятно, понятно. А кто такой Вольтер, вы знаете? Нет, не знаю. Это моя фамилия, но я не знаю. Один из главных атеистов, лютый безбожник, времён Парижской коммуны. И он выступал там в народном собрании и говорит, через сто лет Библия будет забытая и заброшенная книга. Её можно будет найти только в музеях археологических, как свидетельство глупостей более ранних поколений. Вообще здорово. Но уже через сто лет в этом самом здании образован склад британского библейского общества. И Библия уже в то время была переведена на 560 языков. И издана... Недалеко от этого времени, как раз вы говорите о том времени, сжигали женщин на костре. Да, да, да. Вы спросите, что было такое? Такой промежуток истории. Нет, нет, я говорю о том, что люди предсказывают отношение Библии. Сегодня Библия не то, что самая популярная. Вот, допустим, возьмём две тысячи полок. Первая лежит Библия. Первая. И между ними полторы тысячи пустые полки. И тогда только начинает помаленьку Лев, Толстой, там ещё что-то, Коран там или где-то. Библии нет равных. Почему? В ней предсказано, что будет дальше. Дальше будет. Мы знаем полный расклад на политической арене. Что дальше событие будет война. Погибнет 2,5 миллиарда человек. Слушайте. 2,5 миллиарда. А дальше один правитель на всем миром будет. Один. Столицей мира будет Иерусалим. И он сядет в Иерусалиме, не где-то, а в храме, который сейчас занимается Ак-Ясактом. Мусульмане сделали из него. А он будет разрушен, выброшен. Там весь Восток взбунтуется, но ничего не сделают. И он будет царствовать. Его ещё нету. Ровно 3,5 года. Или 42 месяца. Этого нет ничего. 2000 лет назад уже было сказано, что Чернобыль взорвётся. В Припяти отравлена будет река. А кто это мог знать? Бог. Вот поэтому в Библии верим, что в ней о Христе предсказано было 300 пророчеств, которые исполнились буквально. Вот представьте, за 700 лет пророк говорит Захаре, и оценили цену от синёнов 30 серебряников. Ну, цены, инфляция там бывает, там чего только нету. Меняются цены все. Не меняется стоимость раба в деревянных башмаках. Стоит на месте 30. Вот если бы Иуде дали 31 серебряник, это не Христос. 29 – не Христос. Только заплатили Иуде 30 серебряникам, завтра цена взлетела сразу же, 300 рублей уже стоит. Вы ничего не знаете в этом вопросе. О Христе пророчества, где Он родится в Вифлееме. Что будет распят, что один ученик предаст Его. И дальше как всё будет развиваться, что Он воскреснет. Это всё предсказано. Я понимаю вас, но как вам объяснить-то? Как вы можете сформулировать, чтобы было более понятно? Ни в одной книге, ни у кого, ни у кого, даже у мусульман нету пророчеств. Нету. Но только Библия обладает этим даром. А Господь говорит... Но раз люди знали все эти пророчества, почему никто никогда не от них не воскресил? Ещё я говорю, что в Библии написано, что Москва сгорит. 17-18 глава апокалипсиса. Ещё ничего нету. Но она будет сожжена дотла в один час. Этого нету ещё. Некоторые говорят, а это может быть Вашингтон. Нет. В первую очередь, на Семи холмах. Гринка пишет, Москва Семихолмовая. Дальше. С претензией на Третий Рим. Только Москва претендует. Она сама называет. Павел Вавилон. А Вавилон – это Рим. Андрей Кесарий Кападокийский 4 век истолковал. Если человек знает это всё, он никуда не сдвинется. Он будет верить в исторические события. Есть статистика, и она показывает какие-то вещи, какие-то процессы в мировом масштабе. Как Вы скажете на то, такой факт, что страны с наиболее большим уровнем религиозности, самые более отсталые, я имею в виду уровень жизни, а те страны, которые более атеистичные, более высший уровень жизни. Что Вы на это скажете? Я на это скажу следующее. Вот вы говорите, надо взять дальше. К 1917 году у России был такой потенциал, столько железных дорог, выплавка чугуна, вплоть до вертолёта уже было. Всё изобретения какие, вот сейчас начинает говорить, а уже всё это было тогда. Но масонство поставило задачу у развитой страны Америки. Вот она революция. Вот они выдвинули Троцкого, Ленина. Ленин приехал, 138 с ним было пломбированный вагон, из них 130 евреев. Это еврейская революция была, это никто не скрывает. В местном журнале у нас, эти, Союз писателей, всё опубликовано. Значит, самая развитая страна, самая высокотехнологичная Россия. В 1936 году она была, если бы не революция, на самом высоком уровне в мире. Теперь комсомольская, я сейчас закончу, смотри, комсомольская правда на развороте. Если большевики не победили в 1917 году, нас бы было сегодня 650 миллионов, а у нас сотни не набираются. Полмиллиарда кто сожрал. Я понимаю вас насчёт того, что вы имеете научный прогресс и религия. Это разные вещи. Я вам так скажу, что я лично смотрел документальные сводки о том, как по указанию, я уже не помню имён, правда не буду врать, какого-то высокопоставленного человека в религии громили лаборатории научные, потому что якобы они ставили на людях не эксперименты, скажем, а какие-то научную деятельность вели. И то есть Бог типа был против, но это и есть научная деятельность. Благодаря ей мы живы, благодаря ей нам каждому ставят прививку. Если бы этого не было... Вы перечисляете то, что христиане изобрели-то. Вы ни одного изобретения, вот вплоть до маленького телевизора, не найдёте, что там в Средней Азии кто-то... Это только христиане. Все лауреаты Нобелевской премии 98% верующие. Вы что в самом деле-то? Вот я с этим не согласен. Я вам скажу, что большинство... Я читаю книги многих, ну, очень умных людей. Давайте, чтобы не быть белословных, у вас книги, у меня тоже книги. Я тоже очень, как бы, начитанный человек. Это книги не романы, это не фантастика. Это книги людей общепризнанных. Это те же лауреаты Нобелевских премий и так далее. И большинство из них, большинство из них считают религию, знаете, как что? Как загон для овец. Людьми надо управлять. Не зря говорят пастырь, пастух. Ну, вы назовите лауреатов Нобелевской премии, которые неверующие. Бога нет и не признавали. Назовите одного хотя бы. Эйнштейн. О! Эйнштейн-то как раз о Боге и говорил больше всех. Это заблуждение очень. Да, это многие говорят о вас, но это заблуждение. Ну, хорошо. Вы признаёте Павла? Я читал перебедённые труды его. Павла Ивана Петровича, физиолога, признаёте? Как? Павлов Иван Петрович, физиолог, лауреат Нобелевской премии. Признаёте? Слушайте, я не знаю, правда. Павлов, ну как не знаете? На нём всё это... Всё, я понял. Всё, я понял. Это глубоко верующий человек был. Вы говорите, Дарвин верующий был, нет? Да, Дарвин. Дарвин. В то время было очень опасно. Дарвин верующий был. Убивали. Но это не надо говорить. Дарвин верующий был, нет? Это не было, да? Но это не было, вот по-вашему. Было. Я интересуюсь. А Дарвин был верующий, нет? Да. О, нет, нет, конечно, не был. Не был. У вас сведения, откуда это всё? Дарвин до самой смертной доски был старостный церковным, как я. Да, же он был старостный. Но я вам ещё раз объясняю. В то время, кто не был в вере, тот был, блядь, на плахе. Вы извините. Тот-то-то не годится. Вы зачем? Вот ваша доброта уже полезла и гнили изо рта. Это не доброта. Просто я вам пытаюсь доказать очевидные вещи. Нет, нет, мы уже... Вы же знаете это. Вы же знаете, как сжигали женщин. Я говорю, что было это. Я же сказал, было. Доказывать не надо. Было. Но это не говорит, что Бога нет. У Бога... Вы утверждаете, что люди были верующие, потому что они были верующие. Они боялись. Церковь была у власти. Все боялись. Так а боялись это хорошо или плохо? Конечно, плохо. Да без страха нигде нет. Вы на дорогу идёте, как бы ни задавили. Поднимается самолёт, падает, и везде трясутся. А как война началась, так, Господи, помоги, кричали все комсомольцы. Мы ещё... На моих глазах... На моих глазах в лагере убивали людей. И они за меня прятались. Отец, разреши, я колова стоять буду. Убивают. А меня пальцем никто не трогал. Меня КГБ посадило, и они сделали помётку. Меня нельзя трогать. Вот как с Богом. Вы одобряете вот эти, то, что было? Да не одобряю, я только говорю, что быть с Богом – это радость. Вот. Вы одобряете, просто скажите. Вы, знаете, можете зарядить такое, скажите. Самый счастливый человек современности. Зарядили и вышли на меня. А там профессора, академики, которые со мной встречались, говорят, более счастливого человека никто не встречал. Почему? Стручков, Александр, Шолоховед. Я как-то попал на Сабанту, и там пять генералов. Мэр города, там прокурор края. А мы, говорит, о вас говорили. Я говорю, и что? Более счастливого человека мы не встречали. А все в возрасте. Я говорю, почему? Какой критерий? Вы делаете то, что вам нравится. А я сижу вот этими уголовными делами, занимаюсь. Мне вот так это надоело уже. Я занимаюсь детьми. Мы строим православную деревню. Я еду с миссионерской поездкой по всему миру. В колесю Америку меня пригласили. У меня денег нет. Я счастливый человек. Вокруг меня тысячи людей, которые из праха поднял Господь. Они меня называют отцом своим. А будь я неверующий, еще бы не был. Ну, даже капитана дальнего плавания я бы не был. То, что я учился там. С Богом быть беспроигрышно. Навсегда и на душе радость. Каждый день я считаю последним. Мне 80 лет. 80 лет. Если человек неверующий, вот и наркотики принимает. 36. Дальше не идет. А я еще ни одного матерка не сказал. За всю жизнь. А вы сразу уже заругались. Вот и разница. А я добро делаю. Это социум формирует. У меня такая работа. Какая работа? А мою работу вы знаете, какая работа? Меня направляют после окончания техникума в строго режимный лагерь. В органы МВД. Там без мата ничего нет. И я за всю жизнь ни одного мата не сказал. Почему? Я Бога боюсь. Написано, за каждое гнилое слово ответишь. Бог говорит. Почему Надежда Крупская сказала, религия узда для масс. Религия узда для масс. А у нас не религия, Христос живой. Воскресший. Ну, это ваш вопрос мировоззрения. Так. Я хотел сказать вам. Как я не поменяю вас, так же, как вы не поменяете меня. У вас будет, если желание встретиться, вы зарядите в этом скайпе Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. Я один с этой фамилией именем. Игнатий Лапкин. А Ютуб зарядите открытым, так сказать, во свете Библии. А если во свете Библии поставите и скажете сайт. Зайдете на сайт. Я там отмечаю 55 папок. 4124 вопроса мне задают студенты. Я три радиопрограммы вел. Вы найдете ответы для себя. Притом, ответы, которых никто не дает нигде нет. Это что говорит Библия. Что говорят святые отцы. Это 300 томов. Что говорят каноны церкви. Каноны. 714 правил. И что говорят жития святых. 1173 биографии. Ну, в том, что вы подкованы в плане того, что Библия. Я даже спорить не буду. Я уверен, вы знаете завет, да не один. Есть же Библия, допустим, от Ветхий Завет. Новый Завет, насколько я знаю. Как бы, ну понимаете, в чем прикол. Вы говорите много про детей. То есть лагерь, да, у вас православный. Вы реально считаете правильным прививать это с детства детям. Разве это не должен быть осознанный выбор? Разве это должно быть тебе с детства вот так в темечку, как говорится, вбивали? Просто для меня вера. Я как бы атеист. Но для меня, что касаемо веры, это осознанный выбор. К этому должен прийти каждый. Как вы правильно сказали. Вы пришли к этому. Я в 23 года после армии, а служил в морфлоте, а потом в ракетных частях. Они только образовались в 60-м году. И в 23 года мне впервые в руки, я с детства верующий, что суд Божий будет. Впервые попала в руки Библия. И Евангелие дали. И уже минут там через 30 я был верующим по Евангелию. Стали молиться. И когда стали с молитвы, я на себя смотрю, на того, кто стал. И это разные люди. Я сразу стал говорить, мы живем неправильно. Жить надо для Христа. А для Христа это тоже ведь нужду всем людям помогать. Ради Христа. Ладно. Как вы смотрите на то, что это правда. Это не то. Вы сейчас даже можете не отрицать, вы это знаете сами. Что с каждым годом я имею в виду веру. Не обязательно христианство. Я имею в виду вообще веры как таковые. Очень теряют в популярности. И допустим, дети, детям и подросткам, это неинтересно. Они смотрят на кумиров сейчас, которые очень умные люди, образованные, а не атеистичные. Как вы смотрите на это? Я смотрю. Кого вы знаете как пример, как пример хороший. Христианской веры. Вот как на кого бы смотрели дети и говорили, вот я хочу стать таким. Иисус Христос. Больше ни на кого пусть не смотрят. Нет, просто понимаете, что наша православная церковь, я имею в виду Кирилла, который ездит на дорогущих автомобилях, у него шпиль из золота самой высокой пробы, который стоит, сколько стоит операция для ребенка, который умирает. И подростки смотрят на это, и они не понимают, они считают это глупым. Они не видят ничего духовного в этом. Ничего. Потому что безбожники, наши дети, посмотрите на нашем сайте, когда идут занятия, какие у меня в лагере дети, более счастливых трудно найти. Какие они веселые, шесть раз в день купаются, собираем ягоды, всякие игры идут, встаем рано в пять часов, и дети работать учатся. Нет, я понимаю, счастливые есть идеи неверующих. Просто вы меня немножко не поняли. Просто вы же понимаете, что это неправильно. Допустим, церковь, сколько стоит церковь одна? А сколько стоит больница? Да, равноценная. Разве правильно строить церковь с золотым куполом? Богу, я думаю, это мое мнение. Неважно, золотой будет купол, деревянный, да хоть его вообще не будет, он будет признавать любого, кто будет верить. Вы же со мной согласны. Да. Но вы же понимаете, что глупо строить церкви. Можно построить больницу и вылечить сотни детей, которые, но строят церкви. Вот как на это смотрят? А вот так смотрю, что вы лицемер. Вот такой лицемер, даже представить сами не можете. Скажите, вы заботитесь о ребенке. Да. А вы знаете, что за время перестройки в Российской Федерации за 20 лет сделано 120 миллионов абортов. Это государство погублено в утробе матери. Вы об этом не говорите. А вот ребенок, он забыл. Это отдельно, чем расходы. 120 миллионов, повторяю, миллионов. И там верующих христиан по-настоящему ни одного нет. Вот у нас знакомые есть, 18 ребятишек. Дмитрий Менделеев был с 17-м ребенком в семье. Найдите сегодня. У мусульман в среднем 8,1. У русских 1,8. Еще непонятно, куда мы идем. Почему? Без Бога. Я так понимаю, у меня тоже есть очень близкий друг к моей семье. Он тоже глубоко верующий человек. У него что-то около, тоже около 10 детей. Не буду врать, не помню. Да. Давно мы не общались. Вот. Но дело насчет абортов, это не лицемерие. Я знаю об этом. И знаете, что я вам расскажу? Лично мое мнение. Вот смотрите, такая ситуация. Пьяная девочка, ну, скажем, небольшого ума. Где-нибудь на вечеринке, у нее что-то случилось, это плохо. Я это тоже форицаю, не думайте. И понимаете, вот она беременна. И она не сможет воспитать из-за этого ребенка. Все, то есть оправдали убийство. Вы убийство оправдываете. В моей деревне, в моей деревне, много родителей, которые спиваются, которые детей своих избивают, которые дети там, извините, конечно, многое бывает, разное. Вот у нас недавно семья одна взяла с приюта детей. И тоже, ну, ничем хорошим это не кончилось. Оба погибли. Причем, ну, из-за пьянства. Понимаете, в чем проблема? Зачем обрекать ребенка на какие-то страдания в жизни? Лучше убить сразу, да? Чтобы он не страдал. Убить. Убийство, убийство. Убийство в матери внутри. Правило Василия Великого второе отмечает нас 10 лет от церкви. На 10 лет. А она сколько абортов? 120 миллионов. И вы даже не дрогнули. А вот там, вот она, да она даже там должна быть. Я даже беседую в кругу мусульманских руководителей. Имамы там, мулы. Некоторые приехали там с Мекки, с Медины. Я задал вопрос, они меня даже не поняли. Я скажите, до брачной ночи какой процент девственности сохраняется у вас? Они на меня глядят и не отвечают. Я говорю, почему не отвечаете-то? Ну непонятно как. Ну что, мужчина с ней не один не спал? Да 100%. 100%. А у нас уже в седьмом классе ее трудно найти такую. У нас на вторую букву алфавита. А кто? Без Бога, потому что. Без Бога. Нет, я с вами согласен. Но я вам скажу одно. Одну вещь. Как бы вы, как бы даже я, когда подрасту, не сопротивлялись, молодое поколение будет гнуть свою линию. И мы, мы не вправе им что-то указывать. Понимаете, в чем проблема? Общество эволюционирует, как эволюционируют люди, как эволюционируют. Эволюционируют. Просто понимаете, в церкви, где живет моя прабабушка, она жива до сих пор, когда проявили свет электрический, перестали ходить в церковь. Понимаете, в чем проблема? Да я говорю про убитых младенцев, не надо вашу бабушку. Вы понимаете, я говорю 120 миллионов, а вы оправдываете. Вот ваша вера. Это закономерная часть развития социума. Вторая мировая война унесла по всему миру 50 миллионов. А это внутри стороны 120 миллионов. Это вы оправдываете двух с половиной гитлеров. Я с вами немного не согласен. Ну да, не согласен, но так это так. Вы немножко однобоко смотрите. Понимаете, вы подумали о тех детях, которые, допустим, умирают от передоза наркотиками, потому что они выросли в неблагополучных семьях, либо брошенных. В безбожных. Ну, бывает же такое, вы согласны. В безбожных семьях не надо неблагополучное. Мы неблагополучные. У меня отец вернулся вот с фронта рука. Вот такой нет руки. А у нас в семье 12 детей, 10 живых. 5 братьев, 5 сестер. И мы ни разу не слышали, чтобы ругали власти. У нас ни одного ребенка больного нет. Мне вот 80 лет будет 10 июня в этом году. И я еще не сел ни одной таблетки. А меня в морозилках держали. Меня 26 лет мучили. Почему? Потому что я с Богом. Я это за все Бога благодарю. Вот моя мама... Я вам скажу тоже. Я тоже не болею. Я тоже не пью таблеток. Моя мама сидит там, где передачи дают в тюрьме. Ну, женщины моего сына взяли не за счет. Тот не за что. А мать моя сидит и говорит. Ой, бабоньки, как вам тяжело-то. Не за что взяли детей-то ваших. Как вам горе. А моего-то сына взяли за что? Как? Он проповедовал. Он людям говорил о Христе. Его арестовали. Да как же так? Это вы... Так я сама благословила его. Моя мать говорит. Она радостная. Даже вопрос страдания. Я с ними сижу. Я сижу и проповедую. То, что мне Господь там открывает, с 8 до 10 свободное. На 70 человек 3 человека не курят. Я даю Новый Завет. Он считает. Старший вор в законе. Он смотрит за порядком. Ни один не закурит. Открываются двери. Охранники двух этажей у дверей стоят. Я каждый вечер проповедую два часа. А днем, это еще предварительное следствие идет. Примерно у меня 4-5 молитв по полтора часа. Мы сидели, нашу камеру называли мы трое, камеры академиков. Второй преподаватель, преподаватель второй группы космонавтов сидел с нами. Лозин Анатолий Максимович. Вот с кем интересно поговорить. Тоже склонился. Другой во главе директоров шел. Главный рыбак Алтайского края. Тоже склонился. Потому что ничего там нету. Там безвыходность. А я как на крыльях прошел. Я реабитирован. Все. А они? Нет. И оба умерли уже. Хотя моложе меня были. Почему? Я с Богом. С Богом. Бог дает мне силу. Я с бороду сохранил. Но когда в лагерь привезли, надо бороду снимать. Нет. Я говорю, у нас нельзя. Ну, говорит, не могу, устав. Приходит капитан. Он политотдел. Город Жанаташ, Жамбульская область и Казахская ССР. И они принесли простынь, расстелили. На простынь я сел стул. А щеченец, парикмахер, он бороду стрижет, а руки вот так трясутся. Я им о Боге говорю. Сижу и плачу. Я говорю, этого не делали ни с Ульяновым, ни с Пугачевым. Ни от кого бороду не отнимали. Я согласен, дайте мне срок больше. Дайте вместо общего лагеря строгий режим. Я приму, я подпишу бумагу. Бороду не трогай. Это стыдно, это страшно. Тогда, я говорю, ты не отвечаешь за это, это щеченисто. А борода моя падает. Начальник стоит, бороду собрали, я в платочек завязал. И у меня теперь две бороды. С неверующим ничего бы не говорили. И каждый раз, когда брили, я в руки бритый прибор не брал. Насильно брили. Понимаете? Я верующий, и поэтому выделяет меня Господь везде. Везде. Вот за меня ходатайствовала ООН, там, из Японии, из Америки. Письма эти на руки не дают. Но меня вызовет он в политоотдел и говорит, что нужно вам. Я говорю, мне нужно быть по одному помолиться. Он меня запирает. Я там плачу, молюсь, письма пересчитаю, он опять в сейф положит. При освобождении я получу. Это Бог делает так. Со мной некого было сравнивать. Почему? Отношение такое. И когда у меня эти бронхи уже затемнели, Бог воздвигает начальника одного, а там локалка для туберкулезных-то. И он проходит мимо меня, Владимир Васильевич, словак, фамилия. Высокий, по два метра. Сейчас я буду проходить мимо вас. Я вас сейчас за руку буду хватать. И вы бегом бегите за мной. Не останавливайтесь. За вами побегут здесь сейчас. А я на рабочем месте. Там щит фуфайки. И он проходит. Я не знаю, не понял, но я поверил ему. Я бежать. А там, где зона от зоны, там лестница такая, перебегаешь и туда. Он сразу к себе. Там железные ворота. Он закрыл меня. Так, мы с врачом договорились. Мы спасаем вас. Так, завтра тут обыск будет. Я вам покажу, где тут спрятаться. А я говорю, у меня с собой Библия. Отдайте мне в сейф. Я его не знаю, этого человека. Он теперь мне двойную порцию масла дает, чтобы у меня все это погасить. И я вышел, у меня все чистое. Это Бог делает так. Врач Татьяна Прокопьевна. Я ее не знал. А она все сделала так, чтобы я вышел живой. А к кому они так относились? Она говорит, ни к кому. Это первый человек, который мы решили с собой рисковать, но спасти. Почему? Бог положил на сердце. Я такие чудеса рассказываю, которые люди у меня, ни один, ни два человека свидетели. А почему? Бог любит, когда ему, Богу, славу высылают. Я для Бога это делаю. Я больше скажу. Боль, да, не спорю, он любит. А сколько тех, кого его любили, точнее, верили в Бога, сколько тех убили? Ну, он же никому не помог. Большинству. Кому не помог? Кому? Ладно, когда советы пришли, сколько вешали попов, сколько церквей уничтожили? Вы не забывайте, это мученики, они получили славу. У нас это не наказание. Если что-то плохое с верующим, он мученик. Если что-то хорошее, ему Бог помог. Как он определяет? Так определяется, как есть. Я благодарю Бога за все. Мне Господь назначил быть. А в другом месте, который были наши, Анатолий Марченко, он не вернулся. А он Сахару, Академику, там, друг, брат был. У Бога вымерено все. И когда люди согрешали, Господь Содом и Гаморра, вот тут сейчас рулетку, сжег огнем. На дне Мертвого моря этот город, Содом и Гаморра. А которые люди грешили, это 1656 лет от Адама. Бог навел потоп. Весь мир был потоплен. Восемь человек только спаслись. Ковчег Ноев. Я просто скажу такое. Вы как науку признаете, нет? Как же не признаем-то? Еще бы. Ладно. Как вы смотрите на то, в прошлом году в Японии один доктор генномодифицировал ребенка, ну, при рождении, таким образом, чтобы он не мог заболеть хроническими заболеваниями. То, бишь, такими, как ВИЧ, СПИД и так далее. ВИЧ это... Его за это арестовали. Его за это арестовали. Потому что так как запрещены. Как вы относитесь к этому? Обман, все, что сказали обман, клонируют. Вот достаточно, что кровь Николая нашли, там, на материи, могут человека сделать. Ничего этого нету. Это обман стопроцентный. Вот придумали сейчас птичий грипп. Никакого гриппа нету. А вот, а птичий грипп, это у нас здесь 200 этих охотников, там, сказали, стрелять уток осенью. Натащили уток, нигде не найдено. ВИЧ, это афера 20 века. Если бы... От этого люди умирают. Понимаете, вы не знаете этих данных. От чего они умирают? Понимаете, я даже больше скажу. Я даже насчет ВИЧ, я прямо смотрел научные статьи. Как это работает, как люди этим заражаются. И как, понимаете, это такой вирус, он интересного. Просто подавляет иммунную систему человека. Да я знаю это, знаю это, знаю. Но дело в том, что, когда говорят, путают все. Вот сказали, бешенство коров. Снайперов наняли, давай в альпийских лугах отстрелили. Для чего? А дали красный ход всем, а зеленый свет дали Англии. Это афера была специальная, многомиллиардная. Да, я не спорю. Многие фальсифицированы. Но есть болезни, которые нет. Вот, которые ВИЧ, если бы ВИЧ был. Знаете, ВИЧ. Вы сами говорите, от рака люди умирают. Если бы СПИД был, как говорят, то по предварительным данным, в Африке, где не соблюдают эти такие интимные отношения, они бы вымерли примерно уже 50 лет назад. Ну, вы понимаете, есть такое понятие, как вы же не СПИД. Им же не заразишься от первого полового отношения. Всего 3% того, если ты заразишься при половом акте. Всего 3%. Поэтому, если бы он в 100% передавался, я вам уверяю, уже бы перемерло уже большинство населения. Это правда. Ну, понимаете, просто болезни есть. И ученые с ними борются. Не знаем мы. Главное, что... Мы борьбы видим. Мы избавились от оспы. Мы избавились от чумы. Мы от многих болезней избавились. И благополучно сейчас ими не болеем. Так, а вы знаете, сколько... Сколько людей сегодня умирает от сердечно-сосудистых заболеваний? Много. Очень. И Америка ничего не может сделать. От ожирения. Простое ожирение. Рот не могут закрыть. Излишний вес. И ни два, ни три, 65% с ожирением. Вот и болезни. Тромбы разные. И еще так же умирали, и так же... Ничего нет. А кто долго живет? Те, которые не пьют, не курят. Японцы самые долгожители. Но они ведут здорового проживания. О! Это для Бога. Они по-своему верят, но они боятся греха. Вы понимаете, не обязательно людям кнут, как вы говорите, боятся греха, чтобы жить правильно. Достаточно просто воспитания. Вот мне родители дали воспитание. Я живу хорошо. Я не курю. Я не пью. Мне не дали веру. Мне дали воспитание. Я желаю, как вы. Ровно так же, как и вы, людям добра. Я ровно так же людям добро делаю. Я бабулю перевожу через дорогу. Я как бы, ну, делаю это бескорыстно. Я вам, знаете, что скажу. Многие меня даже в этом плане не понимают. Я вам прям честно скажу. Многие меня не понимают. Потому что, когда я иду домой, и знаете, у нас вот красивый очень город Зеленогорск. И у нас в аллее урны стоят, такие бетонные, советские, знаете. И вот кто-то их, по-моему, переворачивает. Ну, просто из шалости, может. Ну, люди не очень хорошие. Я их переворачиваю обратно, ставлю на место. Мне говорят, фу, как так можно? Понимаете, в чем проблема? Скажите, вы умирать думаете? Я? Да. Что дальше за этим? За этим что дальше? Ровно то, что было до рождения. Что дальше-то? За гробом что дальше? Как вам видится? То же самое, что и было до рождения. До рождения что было? Ничего. Вы сейчас говорите на трезвую голову. Это, понимаете, с друзьями вы обязательно будете, если беда какая случится, будете о другом говорить. Обязательно. Потому что, когда смерть подойдет, человек меняет все. Все. Заметьте, профессор Осипов, Александр Александрович, это 50-е годы. Он прямо описывает. Вот женщина ходит в церковь, молится. Муж у ней лектор, знания, называется, организация знания, боролись, как атеисты там собрались. А муж у ней там красавец такой. И она все время молилась, чтобы Костя ее покаялся. Чтобы она могла в церковь прийти. У него такой голос, как у Штоколова Юрия. Вот мы бы, значит, так. Борис Штоколова. Борис, не Юрий. Вот. И ну вот заболел рак. Вы помните этот разговор, когда Валан сидит там с этим, с Берлиозом на потерявших прудах беседу? Басилашвили играет. Одно смерть, но на внезапная смерть. И он теперь истаивает весь. И однажды он обращается к ней и говорит, Наташа, прочитай что-нибудь. Она говорит, из какой книги? У нее библиотека, как у вас. Он говорит, Евангелие открой. И она поняла все. От прежнего ничего не осталось. И она вышла в другую комнату и заплакала. Она ждала красавец. Муж придет в церковь. А по-другому все. Теперь к нему вызывают священника. И там уже мумия лежит. У Бога свой план. И, наконец, все сломлено. Все. Нам не надо Богу показывать, как, когда, кому. Вот одному решил, это Бог назначил жизни. И оно уже, мы еще ни одного дня не было. Зародыш мой видели в очи. Его 138-й псалом. И Бог назначил, как я в последний раз вздохну, и душа вылетит из меня. У Бога все написано это. И святым Бог открывал, что дальше будет. А у неверующего ничего нет. Он говорит, вот я так, так, так. Я разговариваю. Мне надо проникнуть в архив в краевой библиотеке. И у меня много насчитано. Теперь надо оформить, где Ленин говорит, чтобы речь звучала. Где Жуков говорит. То есть у меня огромный материал исторический. Я сам составляю. Это большая ценность. Ну и с библиотекарем говорим. И я говорю, а муж у вас... Патрона. Патрона. Да. Продолжение следует... 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 Ну, конечно, и что? Так что, я стругался. А жена говорит, Гоша, да ты, так как же так? Да так, так, Наталья. Так, я говорю, а было, что на работе вы рассказывали анекдоты похабные про женщин, и вы смеялись, а потом рассказывали сами. Да, она, Гоша. Я говорю, я 15 минут разговариваю, а вы 15 лет жили, не знаете. А если разобраться дальше, так как? Душа в душу. А потом с одной такой же у нас лечащий врач, Галина Георгиевна, с ней встретились, а муж хороший, на севере. Встретились, она в церкви стоит. А почему? У меня такая жизнь сложилась, говорит. После вашего разговора я вдруг узнал, а мой муж изменяет мне. Изменяет. И они разошлись. Вот и все. То, что вы сейчас говорите, я добро делаю, это не кота помазать. Потому что вы можете оказаться в чрезвычайных обстоятельствах сегодня к утру. И тогда вы увидите разницу между верующим и неверующим. Вот у нас два брата, я закончу, два брата, но обоих сыновья одновозрастные. И они катались за машину крючок, и дальше на роликовых, за ней гонят на роликах где-то. Но машина-то развернулась, они по инерции их отбросили, и прям встреча. Их сразу мгновенная смерть обоих задавила. И вот они одинаковые. Этот, который неверующий, ему говорил, ну вот ты, я не знаю, Петр, кажется, и говорит, вот ты ездишь в воскресенье в церковь, а арыки-то открывают-то как раз в это время, надо сады-то поливать. Он говорит, ну я что сделаю-то, у нас богослужение идет в это время-то. Я прихожу, когда вечером там уже остатки воды где-то достается. Э, нет. Вот ты со своим воскресеньем-то добьешься, что у тебя ничего не вырастет. Он говорит, знаешь, брат, воскресенье еще будет из мертвых. И вот когда сказали этому брату, он говорит, конечно, печально, мой сын большие надежды подавал на олимпиадах, там математических первые места занимал. Ну что, Бог так решил. Я ему говорил это не делать. Но когда, а у него их семеро сыновей, кажется, две дочери, а у этого-то неверующего, жена их убила, у него один сын, и, кажется, дочки две, он на себя руки готов наложить. Какой парень рос, как, вот теперь все разница. Момент, один благодарит Бога, а другой волосы рвет на голове и готов этого, шофер-то не виноват, он подлетел под машину. Ну почему именно мой сын, он говорит, и мой погиб. Я жить не хочу без него, я все в него вложил. Так что, то, что с вами говорим, это вам на пользу пойдет. Когда Господь вас найдет, поставит вас на колени, вы вспомните этот разговор, который проходил 23 марта 2019 года. Запомните мою фамилию, Игнатий Лапкин. Вы по скайпу на меня выйдете. Я буду вас ожидать. За разговор. Так, давайте расставаться, у нас уже время, один, сейчас, семь минут. Один и семь минут. За разговор, спокойной ночью. Ну все, хороший разговор был. Так, у нас это все выставляется в интернете, наш разговор будет стоять в Ютубе. Пожалуйста. Я мне не жалко. Наилучших вам пожеланий. Примириться со Христом через его жертву и стать человеком. Без этого нет. Щело век направлено. Ему название щело век. Щело лоб в вечность. А не то, что я живу для лопуха на могиле. С Богом. Спасибо.